Здравствуйте. General Motors уходит из России. Американская корпорация закрывает производство марок Opel и Chevrolet до конца этого года. Конечно, западные обозреватели тут же назвали 18 марта худшим днем для иностранных инвесторов за последние годы. И считают, что за Opel могут последовать другие. Давайте посмотрим, так ли это и каковы истинные, на мой взгляд, причины и последствия ухода некогда одного из лидеров рынка. Действительно, ситуация на авторынке России сложилась непростая. В начале этого года продажи легковых авто рухнули на 40%. Произошло это в том числе и из-за того, что в конце прошлого года люди, избавляясь от дешевеющего рубля, раскупили как горячие пирожки не только утюги и телевизоры, но и автомобили. Ну а сейчас спрос, конечно же, резко упал из-за снижающихся доходов населения. По итогам года падение продаж, правда, ожидается не таким серьезным, всего лишь на четверть по сравнению с прошлым годом. Цифра неприятная, но не катастрофическая. Правда, у Opel продажи упали в пять раз. Однако для Opel наш рынок был третьим по значимости после Германии и Великобритании еще в 2013 году. И у руководства компании были большие надежды на наш рынок. Оно собиралось сюда вложить один миллиард долларов за четыре года, тратило большие деньги на рекламу. И вдруг, при первых же трудностях, компания бежит с нашего рынка. В чем проблема? Нужно сказать, что производство Opel до сегодняшнего момента имело низкую степень локализации. То есть основные узлы и детали закупались за границей. А значит, при девальвации рубля такой бизнес становится нерентабельным, если не поднять цены на автомобили. Что сделать в условиях падающего рынка нереально. А для увеличения степени локализации, то есть увеличения производства деталей внутри страны, нужно было вложить в ближайшее время порядка 600 миллионов долларов. Сумма не маленькая, но не огромная для корпорации с оборотом в десятки миллиардов долларов. Конечно, руководство компании анализировало рынок. На нем сложился действительно избыток предложения в последнее время. Но временные трудности бывают всегда и везде. Почему так легко нужно отказываться от борьбы за третий по важности для себя рынок? Мне кажется, что руководство GM исходило не только из бизнес-интересов. Похоже, здесь не обошлось и без политики. Видимо, на менеджмент компании повлияла та истерия в мировых СМИ о скором крахе российской экономики из-за экономической войны с Западом. Как бы ни били себя иностранные бизнесмены в грудь, доказывая свою независимость от политики, на деле часто выходит, что даже не имея формальных запретов на тот или иной вид бизнеса, иностранцы на всякий случай стараются сейчас не вкладывать в нашу страну больших денег. Они боятся неодобрения своих действий со стороны власти своих стран. То есть против нас действуют так называемые негласные санкции. Сейчас о таком поведении своих зарубежных партнеров говорят все больше наших бизнесменов. Конечно, иностранцы находят объяснение такому своему поведению. Мол, у нас резко испортился инвестиционный климат. Можно подумать, он был год назад просто замечательный. С бизнес-климатом у нас всегда были проблемы. И несмотря на это, еще вчера тот же «Опель» возлагал на Россию большие надежды. Действительно, сейчас у нас проблемы в экономике. Они начались еще до санкций. И тем не менее, никто не собирался от нас уходить из крупных компаний еще недавно. Ведь они строят свои планы по бизнесу на многие годы вперед. Такой «Демарш» «Опель» больше похож на политическую акцию, цель которой показать другим крупным инвесторам, что бизнес в России ненадежен. Именно под таким соусом сейчас и комментируют западные СМИ поступок «Дженерал Моторс». Это ведь американская компания. Ее владельцы серьезные люди, которые считают, что им в России в ближайшее время ловить нечего. И менять свою политику по отношению к нам они не собираются. Будет ли пример «Опель» заразительным? Конечно, на падающем авторынке кто-то еще может не выдержать конкуренции и уйти. Это касается и других секторов экономики. Но тот, кто останется, сможет в будущем заработать большие деньги. Как говорится в нашей пословице, друзья познаются в беде. Еще вчера мы считали, что почти все наши друзья на Западе. Конечно, там их еще много. Но в последнее время мы все больше находим друзей и в других частях света. А те, кто сейчас испугается временных трудностей, может потерять наш рынок навсегда. И самое главное, нам пора понять, что никакой иностранный инвестор за нас не сделает нашу экономику процветающей.